Друзья, всем доброго дня! Вновь продолжаем наши видеообзоры. Сегодня находимся в деревне Овинищи-Подгорные. Это Углический район, по-прежнему Ярославская область. Стою на, даже не на берегу, а на самой реке Улейма, на таком мосту, откуда открывается изумительный вид на дом и земельный участок, который хочу сегодня вам показать. Значит, город, в котором есть деревня Овинищи-Подгорные находится в 7 километрах от города Углич. Ну, плюс-минус, в описании, как это обычно бывает, мы подробно укажем все координаты и характеристики по данному объекту. Вот такой вот вид на реку, на реку Улейма. Первая береговая линия, земельный участок непосредственно граничит с рекой. Вот такой вот открывается вид. Захотелось сразу кинуть спиннинг, но сейчас не об этом. вот такой вот газонный ковер, на который, ступая даже, хочется снять ботинки. Настолько здесь все чисто. Травка одна к одной, травинка, как говорят. Вот. В общем, общая площадь земельного участка порядка 30 соток. Более подробно мы укажем в описании. Вот. Ну, вот визуально все видно. Все по всему периметру. Участок огорожен забором. Подходят коммуникации. К дому электричество проведено под землей. Насколько я вижу, вот опора это от силового кабеля, и вот он идет под землю уже непосредственно к дому. Это у нас колодец. Колодец, вода из него также подается в дом. А в конце участка видно насаждение, ну, судя по всему, грядки. Небольшие деревца, елочки, сосенки, кедры, хвойные породы деревьев посажены. Видно, что не так давно. Вот. Ну, вот еще раз общий вид. Так, по участку, наверное, больше сказать особо нечего. Ну, кроме того, что вот, прямо смотрю еще на септик, который закопан рядом с домом. Скажем так, автономная канализация. теперь переходим к дому. Дом из оцилиндрованного бревна. Значит, стоит на плите. Залито плита под дом. Но сейчас, наверное, зайдем в дом и более подробно уже поговорим, что там есть внутри. еще раз хочу обратить внимание вот на такой вот подъезд, подход к дому выложено все тротуарной плиткой, бордюры, очень все симпатично и красиво. Бывают просто такие дома, когда вот просто радуется глаз. Сразу при входе попадаем в кухню, туда вот пошла комната. Кухня очень уютно и красиво, это однозначно. Очень нравится мне, когда вот именно в таком стиле, ну, я имею в виду, что вот оставляют бревна там или брус, все это шлифованное, вскрыто определенной там пропиткой, краской, то есть лаком по-разному бывает. цветовая или бесцветная, то есть, но то, что вот оставляют именно дерево, на мой взгляд, очень смотрится классическое и всегда это актуально, скажем так, в тренде. Вот, значит, восточные мотивы прослеживаются в доме тоже, на мой взгляд, очень неплохо, здорово. Это зал. Зал или гостиная. да, стоит сказать о отоплении, то есть, здесь, значит, положена плитка, под ней трубка и проведен система теплый пол, проведена, имеется в виду, от электрического котла отопления, здесь у нас ламинат, но также заложена трубка с теплоносителем и все, одним котлом отапливается вот этот весь первый этаж именно отопление, теплый пол. Да, еще раз на кухне вот пока здесь стоит сказать, что это баллонный привозной газ, это у нас вода, вот колодца, там, ну, по классической схеме там гидроаккумулятор, то есть, насос колодца, гидроаккумулятор здесь и подается бесперебойная подача. В общем, все уже, скажем так, стало привычным для загородных домов. Так, значит, из зала можно попасть в туалет, ванная, точнее сказать, душевая, вот такой вот здесь душевый уголок, унитаз, и раковина. Да, здесь, кстати говоря, находится сауна. Тоже очень неплохо, неплохое решение. Так, ну и вот лестница на второй этаж. На втором этаже, как правило, располагаются спальни. Здесь, в принципе, это не является исключением, но здесь, как бы, комната, холл, в одном лице, скажем так, что лестница выходит без всяких ограничений, перегородок, то есть сразу же попадаешь в комнату. Ну, это вот спальня, еще одна. Да, судя по всему, детская. Здорово, очень уютно и приятно находиться в этом доме. Значит, получается, дом по схеме постройки это полтора этажа, как бы считается вот до примерно метра, ну, полтора, наверное, чуть больше даже. Получается, выведена стена капитально, основная, и уже прошла крыша сразу, как бы, такого, скажем, чердачного помещения, то есть, как бы сейчас распространена на постройках, то есть, ну, как бы, полтора этажа, но, в принципе, это двухэтажный дом. Так, ну, что, все вроде бы тоже понятно, полы деревянные, доска, шпунтованная, судя по всему, потолок натяжной в этой части. Здесь, наверное, гипсокартон поклеен обоями, скорее всего. Аналогично. Так, в принципе, в принципе, тоже по дому, наверное, все. Здесь, ну, не знаю, что добавлять, просто хочется все это показать, уже, как бы, комментировать чего-то, я думаю, что излишнее. Ну, конечно же, конечно же, если возникнут какие-то вопросы и о чем-то вдруг я не сказал, ну, скорее всего, не сказал, задавайте в комментариях там или в сообщениях, в общем, на все вопросы ответим, все расскажем и даже если нужно еще раз покажем. Вот так. Ну, теперь предлагаю сейчас проехать по деревне, посмотреть, что себе представляет эта деревня о виничей подгорной. наверное, посмотреть это все, как выглядит с высоты птичьего полета. Вот такая грунтовая дорога, местами асфальт, либо вот такая вот гравийная крошка. ну, создается впечатление жилой деревни. Деревня, в принципе, как я уже говорил, что находится недалеко от города, вот, и это, наверное, делает ее еще более привлекательной на перспективу постоянного проживания. Вот, значит, еще раз, деревня о виниче подгорные, Углический район, Ярославская область, ну, скажем, 7 километров, плюс-минус, от города Углич, 200, наверное, километров от МКАД, плюс-минус, опять же, там, может быть, 210, 195, то есть, ну, вот в этих пределах. Ну, и самый такой тоже немаловажный момент, что это берег реки Улейма, а река Улейма неоднократно упоминалась в наших обзорах, как одна из чистых рек нашего региона, такая вот сделана здесь запруда, в принципе, это платный водоем, по-моему, даже, да, рыбалка, здесь рыбалка, ну, в общем, хорошие, красивые места, это вот, как раз, такой перепад, вроде плотины, такой вот, запрещено, мы поехали дальше смотреть дома, ну, а вам, дорогие наши зрители, подписчики канала, хорошего настроения, удачных и правильных приобретений, до новых встреч! субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!